Вооруженные силы Союза Советских Социалистических Республик Военная организация Союза Советских Социалистических Республик была предназначена для защиты советского народа, свободы и независимости Советского Союза. В состав Вооруженных сил Союза входили Центральные органы военного управления, Советская армия. Советская армия до февраля 1946 года называлась Рабочая крестьянская Красная армия. Военно-морской флот, тыл Вооруженных сил, войска гражданской обороны, внутренние войска МВД СССР, пограничные войска КГБ СССР. К середине 1980-х годов Вооруженные силы Союза были крупнейшими в мире по численности. В 1989 году был пик численности в СССР. Это самая большая армия на земле второй половины 20 века. По боевой тревоге могла за короткое время передислоцировать свои войска в любую точку земли. Обладала большим запасом ядерного и химического оружия и развитой системой ее доставки. Помимо этого, ВС Союза обладали самыми крупными танковыми группировками на земле, около 60 тысяч танков и бронемашин. За все время существования, начиная с 1946 года и до распада СССР, Вооруженные силы СССР были самыми крупными и мощными в мире. Несмотря на распад СССР в 1991 году, Вооруженные силы СССР просуществовали вплоть до конца 1993 года. В видео в СССР формирование ВС СССР некоторое время дислоцировались в Австрии, Дании, Норвегии, Финляндии, ГДР, ПНР, ЧССР, ВНР, НРБ, СРР, Куби, СРВ, Камбоджи, МНР, Северной Кореи, Демократической Республики, Афганистан и в некоторых других африканских странах. История. После окончания Гражданской войны была проведена демобилизация РКК и к концу 1923 года в ней осталось всего около полумиллиона человек. В конце 1924 года Реввоенсовет принял пятилетний план военного строительства, одобренный три съездом Совета в СССР полгода спустя. Было решено сохранить кадровое ядро армии при наименьших затратах и обучить военному делу как можно больше людей. В результате за 10 лет трех четвертых всех дивизий стали территориальными, новобранцы находились в них на учебных сборах по 2-3 месяца в год в течение 5 лет. Но в 1934-1935 годах военная политика изменилась и три четвертых всех дивизий стали кадровыми. В сухопутных войсках в 1939 году по сравнению с 1930 годом количество артиллерии увеличилось в 7 раз, в том числе противотанковой и танковой. В 70 раз развивались танковые войска и ВВС. Количество танков с 1934 года по 1939 год выросло в 2,5 раза. В 1939 году по сравнению с 1930 годом общее количество самолетов увеличилось в 6,5 раза. Развернулось строительство надводных кораблей различных классов подводных лодок, а также самолетов морской авиации. В 1931 году появились воздушно-десантные войска, которые до 1946 года входили в состав ВВС. 22 сентября 1935 года были введены персональные воинские звания, а 7 мая 1940 года – генеральские и адмиральские звания. Командный состав понес большие потери в 1937-1938 годах в результате большого террора. 1 сентября 1939 года был принят закон СССР о всеобщей воинской обязанности, по которому все годные по состоянию здоровья мужчины должны были служить в армии 3 года. На флоте 5 лет к этому времени вооруженные силы СССР полностью были кадровыми, а численность их возросла до 2 миллионов человек. Вместо отдельных танковых и броневых бригад, которые с 1939 года являлись основными соединениями бронетанковых войск, началось с формирования танковых и механизированных дивизий. В воздушно-десантных войсках стали формировать воздушно-десантные корпуса, а ВВС переходить с 1940 года на дивизионную организацию. За три года Великой Отечественной войны удельный вес коммунистов в вооруженных силах увеличился вдвое. К концу 1944 года составил 23% армии и 31,5% на флоте. В конце 1944 года в вооруженных силах насчитывалось 3 миллиона 30 тысяч 758 коммунистов, что составляло 52,6% всей численности партии. В течение года значительно расширилась сеть первичных партийных организаций. К концу Великой Отечественной войны в 1945 году вооруженные силы СССР насчитывали более 11 миллионов человек, после демобилизации около 3 миллионов. Затем их численность вновь возросла, но во время хрущевской оттепели СССР пошел на сокращение численности своих вооруженных сил. В 1955 году на 640 тысяч ЧО, к июню 1956 года на 1200 тысяч ЧО, в период Холодной войны. С 1955 года вооруженные силы СССР играли ведущую роль в военной организации Варшавского договора. Начиная с 1950-х годов ускоренными темпами в вооруженные силы внедрялось ракетное вооружение. В 1959 году были созданы ракетные войска стратегического назначения, одновременно наращивалось количество танков. По количеству танков СССР вышел на первое место в мире. К 1980-му годам в советских вооруженных силах танков было больше, чем у всех остальных стран вместе взятых. Был создан крупный океанский военно-морской флот. Важнейшим направлением развития экономики страны стало наращивание военного потенциала, гонка вооружений. На это уходила значительная часть национального дохода. В период после Великой Отечественной войны на Министерство обороны СССР систематически возлагалась задача обеспечения гражданских министерств, рабочей силой путем формирования для них войсковых соединений, частей военно-строительных отрядов, которые использовались в качестве строительных рабочих. Численность этих формирований с года в год возрастала. В 1987-1991 годах во время перестройки была провозглашена политика оборонительной достаточности и в декабре 1988 года была объявлена АП. Односторонних мерах по сокращению советских вооруженных сил. Их общая численность была сокращена на 500 тысяч человек. Советские военные контингенты в Центральной Европе в одностороннем порядке были уменьшены на 50 тысяч человек. Шесть танковых дивизий были выведены из ГДР Венгрии, Чехословакии и расформированы. В европейской части СССР число танков было сокращено на 10 тысяч артиллерийских систем, на 8,5 тысячи боевых самолетов, на 820 было выведено 75% советских войск из Монголии и численность войск на Дальнем Востоке была уменьшена на 120 тысяч. Человек правовая основа Конституции СССР В 1977 году руководство, высшее государственное руководство в области обороны страны на основе законов осуществляли высшие органы государственной власти и управления СССР, руководствуясь политикой Коммунистической партии Советского Союза, направляя работу всего государственного аппарата таким образом, чтобы при решении любых вопросов управления страной Обязательно учитывались интересы укрепления ее обороноспособности Совет обороны СССР Верховный совет СССР Президиум Верховного совета СССР Совет министров СССР Совет обороны СССР координировал деятельность органов советского государства в области укрепления обороны, утверждения основных направлений развития в СССР Возглавлял Совет обороны СССР генеральный секретарь РЦК КПСС Председатель Президиума Верховного совета СССР Верховный главнокомандующий 1941-1953 И.В. Сталин Генералиссимус Советского Союза 1990-1991 М.С. Горбачев Органы военного управления Непосредственное руководство строительством ВСССР Их жизнью и боевой деятельностью осуществляли органы военного управления В систему органов военного управления ВСССР входили Органы управления САИВМФ, объединяемые Министерством обороны СССР Во главе которого стоял министр обороны СССР Органы управления пограничными войсками Подчиненные Комитету государственной безопасности СССР Во главе которого стоял председатель КГБ СССР Органы управления внутренними войсками Подчиненные Министерству внутренних дел СССР во главе которого стоял министр внутренних дел СССР. По характеру выполняемых задач и объему компетенции в системе ОВУ различались центральные ОВУ, органы военного управления, военных округов, флотов, органы военного управления, войсковых соединений и частей, местные органы военного управления, начальники гарнизонов и военные коменданты, состав Рабочая крестьянская и Красная армия января 1918 года. По февраль 1946 года Рабочий крестьянский Красный флот февраля 1918 года. По февраль 1946 года Рабочий крестьянский Красный воздушный флот пограничные войска КГБ Внутренние войска МВД Статья 2. Разделай. Законом Союза СССР об обязательной военной службе Утвержден ЦИК Союза СССР СНК Союза СССР 13 августа 1930 года Номер 42-250 рейтингбайта Советская армия официальное наименование основной части ВСССР Включала РВСНСВ, войска ПВО, ВВС и другие формирования Военно-морской флот СССР Численность до ниже перечисленного СМ Численность РКК К январю 1925 года 562 тысячи человек На 1 апреля 1926 года РКК 594 тысячи 195 человек В 1927 году 586 тысяч человек Март 1932 год 604 тысячи человек Все РКК 1 января 1939 года 1 миллион 665 тысяч 790 человек 1940 год Численность Красной Армии утвердить В связи с утверждением новых формирований Во изменение постановления Комитета обороны при Совнаркоме СССР От 22 мая 1940 года В количестве 3 миллионов 461 тысячи 200 человек 1940 год Общую штатную численность Красной Армии Во изменении постановлений СНК СССР Номер 1193-464 от 6-7-940 года Имеет 3 миллиона 521 тысяча 448 человек К январю 1941 года 2 миллиона 200 тысяч человек К 1 июля 1941 года 3 миллиона 380 тысяч человек К весне 1942 года 5 миллионов 500 тысяч человек С весны 1942 года 5 миллионов 600 тысяч человек К лету 1942 года около 11 миллионов человек На 1 июня 1944 года 11 миллионов 200 тысяч человек К началу 1945 года 11 миллионов 365 тысяч человек К мая 1945 года 11 миллионов 300 тысяч человек В другом источнике 11 миллионов 365 тысяч человек К началу 1948 года 2 миллиона 576 тысяч человек В другом источнике 2 миллиона 874 тысячи чел На 1 марта 1953 года штатная численность была 5 миллионов 396 тысяч 38 человек К 1954 году достигло 5 миллионов 763 тысячи чел На 12 августа 1955 года штатная численность составляет 4 миллиона 815 тысяч 870 человек Фактически по списку содержится 4 миллиона 637 тысяч 523 человек На 9 февраля 1956 года составляла по штату 4 миллиона 406 тысяч 216 человек По списку 4 миллиона 147 тысяч 496 человек На 1960 год 3 миллиона 623 тысячи человек На 1974 году 3 миллиона 940 тысяч человек На 1977 год 4 миллиона 220 тысяч человек На 1982 год 5 миллионов человек На 1985 год 5 миллионов 70 тысяч человек На 1991 год – 4 миллиона 210 тысяч человек.